Просто посмотрите на мою сделку. Вот здесь была первая точка входа, я зашел 15 контрактами. Но через некоторое время я увеличил свою позицию еще на 5 контрактов. Все дело в том, что я увидел здесь проявление так называемой двойной вершины. Это примерно то же самое, что и двойное донышко. Что такое двойная вершина? Как не зубря паттерны понять механику двойной вершины? И самое главное, как конкретно вы на этом сможете зарабатывать? Об этом я сегодня расскажу. Любое двойное дно рассматривается только на вышестоящем рынке. Это означает, что на вышестоящем таймфрейме вы должны увидеть трендовое движение вверх. Прекрасно, если двойное дно формируется следующим образом. У вас сформировался новый минимум и следующий минимум чуть выше предыдущего. Чем выше, тем лучше. Прекрасно, если здесь объемы на втором минимуме растут и растут на росте. Ситуация номер два. Обычное классическое двойное дно. Каждый минимум формируется примерно в одинаковой плоскости с предыдущим. Здесь допускается погрешность в примерно несколько процентов. Прекрасно, если объемы либо идентичны, либо объемы увеличиваются на последующем росте. Ситуация номер три. Опасное двойное дно. В данном случае новый минимум формируется ниже предыдущего. Чем ниже он формируется, тем хуже для вас ситуация. Обычно это двойное дно предвещает ближайший разворот. Именно по этой причине, если вы его встречаете на графике, подумайте 20 раз прежде, чем входить в эту сделку. Поскольку обычно это говорит о слабости покупателей. Рассмотрим объемы в этом движении. Стандартно, если у вас здесь и здесь объемы равны, в принципе еще нормально, но все равно эта ситуация очень плохая. Если у вас объемы здесь больше, а здесь меньше, вот как вот здесь в примере, это ситуация на 4 с минусом. То есть в принципе еще входить можно, но с большой вероятностью скоро будет разворот. А вот если у вас здесь объемы меньше, а здесь объемы больше, то это очень плохо и следует игнорировать этот сигнал. Поскольку эта ситуация указывает на очень сильного и главное инициативного продавца, который готов тратить деньги, чтобы давить цену вниз. Вот пример хорошего двойного дна. У нас создается минимум и создается последующий крупный минимум выше предыдущего. И можно даже, например, вот этот минимум сравнить. И обратите внимание на объемы. Какой объем здесь и какой объем вот здесь увеличен. И какой объем вот здесь тоже увеличен. То есть есть участник рынка, который готов тратить деньги, чтобы финансовый инструмент рос. А вот пример опасного двойного дна. Финансовый инструмент вначале делает один минимум, потом другой минимум ниже предыдущего. Формируется объем. Ну и неудивительно, что после этого финансовый инструмент никуда не пошел. находился в пиле, а после этого упал. Это связано, конечно же, с тем, что нашелся участник рынка, который готов тратить деньги, чтобы пойти еще ниже. Вот пример сделки ученика. Здесь отрисована двойная вершина, но в целом можно понимать, что это двойное дно, только зеркальное, потому что механика абсолютно одинаковая. Обратите внимание, вот у нас формируется один максимум и второй максимум. Объемы примерно одинаковые. Сразу после этого финансовый инструмент начинает идти вниз. Здесь как раз-таки вход в продажу. Ученик, по правде сказать, он входил немножко по другой логике, но в принципе здесь и была также вот эта двойная вершина. Сегодня я вам рассказал очень-очень маленькую часть, потому что я могу рассказать вам в целом о рынках и о активном тренинге. У меня есть великолепный курс обучения. Он длится 26 часов, это самая голая версия. В версиях немножко покруче, побогаче, он длится гораздо больше. Ссылку я на все оставлю в описании. Перейдете, ознакомитесь и начнете в конце концов зарабатывать так же, как зарабатываю я на рынке и так же, как зарабатывают мои студенты. Я желаю вам удачи и счастья в новом году. Счастливо зарабатывайте!